И ещё, Веронот, предупреждаю в последний раз. Не стой у меня на пучи. Пока существуют проблемы с оплатой подписки, рекомендую вам поиграть на бесплатном сервере WoW Sirus. Огромное разнообразие рас и классов, новые локации, задания и боссы, которых никогда не было на официалке, постоянное обновление и стабильный онлайн больше 20 тысяч человек. Ссылка в описании. Переходи, регистрируйся и становись настоящим героем вселенной Варкрафт. Всем привет! Сегодня поговорим про Ириди Крона. Каменный протодракон наворотил дел на Драконьих Островах, а затем внезапно перевернул свои планы, завладел сущностью падшего Голокронда, заключил союз с Салатат и скрылся в неизвестности. Как ни странно, именно он больше всего запомнился игрокам. И знаете, я очень рад, что Близзард не отправили его в расход в Дрэгонфлайт. Тем не менее, на Драконьих Островах он имел вес и был самым устрашающим антигероем, со своими принципами и мотивацией. Но после объединения с Бездной, боюсь, Ириди Крон затеряется и станет этаким второстепенным злодеем на одно обновление. Что ждет его дальше? Встретившись с Веронод в последний раз и услышав от нее обвинения в предательстве собственных принципов, каменный протодракон всего-навсего попросил Сеструни вмешиваться в его грандиозные дела и в очередной раз ушел в горизонт. Наверное, вам интересно, куда он отправился и чем занят теперь? Если верить последней книге по World of Warcraft, то ответ один – в Нордскол. В древние времена именно там находилось его логово. Вот только тогда материк был един, и Азерот не колонизировали всякие там титаны. Наверняка он будет удивлен, увидев, как сильно изменился север. Вместо уютного драконьего гнездышка – постройки плети и лаборатории титанов. Думаю, Нордскол был выбран авторами книги не просто так, поскольку на этом материке развернутся события последнего дополнения The Last Titan. И помимо этого, Близзард собирается значительно переработать и расширить его. Ставлю на то, что Эридикрон не высунет носа из своего логова, пока не выйдет The Last Titan. Ну, помните? Я отомщу Титаном и все такое. Правда, знаете, что мне не совсем понравилось? Изначально принципы Эридикрона строились на том, что он стремится сохранить чистоту драконьей расы. Он был верен стихиям и презирал тех, кто подчинился Титанам и поверил их сказкам про светлое завтра. Такими были и его родственники – Веронот и Феррак. Но по итогу самым преданным оказался Огонек. Веронот же отреклась от идеи протодраконов при первой же возможности. И еще так презрительно смотрела на Эридикрона, хотя должна отнестись к нему с пониманием. Но нет, Эридикрон тоже хорош. Точнее, хороши сценаристы. По его мнению, союз с Титанами – это предательство, подлость, невежество и так далее. Но сам он спокойно пошел на союз с такой же самолюбивой космической силой, которая навратила намного больше страшных дел. Хотя, если посмотреть на это иначе, то отныне для Эридикрона принципы ничего не значат. Алекстразы и Аспекты продали Драконов Титанам. Что-то изменить не получается, а значит, остается только одно – месть. Причем слепая месть. Каменный протодракон готов пойти на любые ухищрения, лишь бы Титанам пришел конец. Наверное, только тогда ему станет спокойнее. Он открыл бездне путь на Азерот и раздобыл важный артефакт, с помощью которого Ксалатат собирается свершить давно запланированный ритуал, о котором также упоминал бывший послушник Сумеречного Молота. Интересно и то, что Верховный маг Кадгар собирается заняться изучением этого артефакта, что только добавляет очков в копилку его значимости. Давайте послушаем диалог между Кадгаром и Калисгасом, только... Не пугайтесь. Кадгара озвучил другой актер, и получилось весьма стрёмно. Причина проста. Борис Шувалов, что озвучивал Кадгара ранее, по какой-то причине не смог приехать на запись. Заболел или еще чего, поэтому его подменил другой человек. Ты как раз вовремя. Кадгар должен вот-вот явиться. Уши просто огнем горят. Кто-то меня вспоминает. Боюсь, у меня печальные новости. Кадгар, я... я принял решение покинуть Совет Шестерых. Долг Аспекта превыше всего. Я нужен Вальдракену гораздо больше, чем Даларану. Это все? Знаешь, а я вот ни капли не удивлен. Догадался, как только ты меня позвал. Значит, ты не винишь меня за то, что я решил уйти? Нет, конечно. Семья прежде всего, Кейлик. Тебя не за что винить. Хотя, у меня к тебе небольшая просьба. Помнишь артефакт, который Иридикрон утащил из запретного края? Он отдал его некоему загадочному предвестнику. В библиотеках Даларана нет ничего об этой реликвии. Я подумал, раз Малегас работал с Нелторионом... Полагаешь, в лазурных архивах может что-нибудь найтись? Считай, дело сделано, дружище. Если что обнаружится, сразу сообщу. Спасибо, Кейлик. Надо же! Кирин Тор и Аспект Магии в кои-то веки будут сотрудничать. Новое время, в котором всем жить. Нам, совету и тому, кто меня заменит. На твое место кандидата мы найдем. Но заменить тебя невозможно. Прощай, Калисгас. Но здесь ли, в Даларане или Каражане, надеюсь, мы скоро снова свидимся. Как сказал сам Редикрон, воспользовавшись сущностью Голокронда, предвестница вырвет душу Азерот из лап Титанов. Только вдумайтесь, сколько всего он сделал для пришествия Бездны. А значит, и награда ему положена соответствующая. Вероятно, его наделят невиданной доселе силой, которая поможет ему уничтожить все тиранические постройки в Нордсколе и даже биться наравне с одним из Пантеона. Это как минимум. Знаете, прям хочется, чтобы Редикрон стал тем злодеем, который реально добьется своего. Чтобы он принял силу Бездны и выбил всю дури с какого-нибудь Казгарота или Галганета, ну, имею в виду тех Титанов, что всегда на вторых ролях, и показал хваленым героям Азерота, то есть нам, что злодеи тоже иногда побеждают. Чтобы он, наконец, стал тем, чья многоходовочка сработает. Антагонисты запоминаются тогда, когда у них получается шокировать публику. Ну, или хотя бы немного удивить. И Редикрон уже удивил тем, что не похож на прошлых картонных злодеев. Остается только шокировать. Так что в своем Нордскольном логове у него будет время подумать, как это сделать. Или второй вариант, в который я верю больше, ведь, как и вы, научен горьким опытом. Как я и сказал в начале ролика, складывается впечатление, что Редикрона потихоньку задвигают на задний план. Он выполнил свою роль в Пришествии Бездны, а потому Близзард захотят продвигать других персонажей, относящихся к ней. А каменный прото-дракон станет еще одним картонным злодеем на одно обновление со стандартным набором реплик. Они делают так уже, которые дополнения подряд. Но лично я всегда надеюсь на лучшее, и мне искренне хочется, чтобы Редикрон еще пошумел в будущих дополнениях. Он имеет потенциал для раскрытия, и Близзард должны написать для него правильную историю, а не относиться к нему, как к еще одному боссу. На сегодня все. Пишите в комментариях свое мнение. Хотите ли вы увидеть Редикрона в будущем, или он вам как персонаж совсем не понравился? Ну и как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и получайте от меня огромную благодарность за просмотр. Увидимся совсем скоро. До новых встреч.